Приветствую вас, дорогие гости и подписчики телеканала Вамиграшки. Этой передачей мы продолжаем мини-сериал «Неизвестная война», рассказывающий об участии австралийцев в мировых конфликтах XX века. Это вторая часть рассказа о Чарльзе Бинне, основателе Australian War Memorial, главного военного мемориала Австралии, находящегося в Канбере. Первая часть была посвящена детству и юности Бина и его журналистской работе. Мы также рассказали о начале Первой мировой войны, о том, как Бин стал официальным военным корреспондентом Австралии и о морском конвое, доставившем первых анзиков в Египет. Тем, кто еще не посмотрел первую часть, рекомендую сделать это прямо сейчас, пройдя по ссылке в описании. Ну а мы продолжаем наш рассказ. Бин был единственным корреспондентом союзников, остававшимся в Галлиполе на протяжении всей кампании. Поскольку официального фотографа для освещения событий в Галлиполе назначено не было, Бин также снимал происходящее на камеру. Благодаря этому в фотоархиве военного мемориала Канберы сохранились 1100 снимков, сделанных им в Египте и Галлиполе. Бин покинул полуостров в ночь на 17 декабря 1915 года, наблюдая с палубы корабля Ее Величества Графтон эвакуацию австралийских имперских войск из бухты Анзек. Опубликованная в Лондоне в мае 1916 года, книга Чарльза Бина «Анзек» стала памятником той стойкости, безрассудной храбрости и не покидавшему даже в трудную минуту юмору, которые олицетворяли дух сражавшихся в Галлиполе солдат. В феврале 1917 года Бин обратился в Управление военных архивов с просьбой сохранить такие важные документы, как рукопись книги Анзек и материалы, не прошедшие цензуру, с тем, чтобы однажды их можно было передать в музей. Этот запрос был удовлетворен, и сейчас все эти материалы можно отыскать в архивах военного мемориала. В конце марта 1916 года Бин вместе с войсками отбыл из Египта во Францию. В кровавом хаосе Западного фронта он неотступно следовал за австралийскими войсками, часто находясь на передовой под огнем, где ползком, где перебежками, передвигаясь между воронками от снарядов. Он исправно отправлял свои репортажи в Австралию, неустанно описывая бои, разговоры военных, интервью и свидетельства оставшихся в живых. Чарльз Бин наблюдал туман войны, так в просторечии называли нарушение связи между командирами в тылу и войсками на передовой. Он описал разрушительные последствия контузии и то, каким непосильным испытанием становился для людей интенсивный артиллерийский обстрел. Тем временем его репутация и влияние росли, и в 1916 году военный кабинет Великобритании согласился предоставить ему доступ к журналам боевых действий всех подразделений британской армии, сражавшихся во взаимодействии с войсками Доминиона, а также к документам штабов, отдававших приказы подразделениям австралийцев, включая генштаб британских экспедиционных сил, состоявших из шести дивизий, сражавшихся на Западном фронте. Однако к концу войны Имперский комитет обороны оказался не готов разглашать эту информацию, возможно, опасаясь, что она будет использована для критики ведения войны. Но Бин не сдавался. Для получения доступа к интересовавшим его архивам ему потребовалось еще целых шесть лет. При отсутствии компьютеров, сканеров и принтеров далекого будущего еще три года ушло на то, чтобы клерк снял копии с огромного количества документов. Таким образом, Бин получил доступ к ресурсам, в которых было отказано всем британским историкам, не связанным с историческим отделом Имперского комитета обороны. Пропустив неудачно спланированную атаку при Фромелле 19 июля 1916 года первую крупную операцию австралийцев во Франции, которая привела к тяжелым потерям, Бин был там уже на следующее утро, общаясь с выжившими и записывая их истории. На этом снимке солдаты 53-го австралийского батальона за считанные минуты до атаки. А это их однополчане тоже ждут сигнала. Из этой группы из боя живыми выйдут трое. Все трое будут ранены. Именно павшим при Фромелле Бин посвятит свои письма из Франции подборку наблюдений из первых рук с Западного фронта, опубликованную в 1917 году. В посвящении говорится «Тем другим австралийцам, которые пали в самом ожесточенном бою, который когда-либо знала их армия, 19 июля 1916 года под Фромелле, посвящаются эти воспоминания о великой, но нехраброй битве». Средства, вырученные автором от продажи книги, были направлены в фонд помощи австралийцам, ослепшим или искалеченным на войне. Через несколько дней после окончания побоища при Фромелле, Бин стал свидетелем трагедии при Позьере. В течение нескольких недель он находился в окопах, подчас во время ожесточенных боев. Зрелище этой чудовищной бойни потрясло его до глубины души, ибо оно явило весь ужас и масштабы разрушений современной войны. Понесенные там тяжелейшие потери, погибло около 23 тысяч человек, едва не сломили моральный дух австралийских солдат. В своем фронтовом дневнике Бин запишет «Позьер – это одно огромное австралийское кладбище. Этот хребет более густо засеян австралийскими жертвоприношениями, чем любое другое место на земле». Кровавая битва на Сомме, частью которой было сражение при Позьере, и навела Бина на мысль о создании мемориала, где Австралия могла бы почтить память своих погибших и увидеть реликвии, собранные ее войсками. Еще во время кампании в Галлиполе Бин заметил, что австралийские солдаты были страстными коллекционерами военных сувениров и живо представил себе музей, где они могли бы быть выставлены. Спустя несколько месяцев после Позьера он вернется на эти поля, где и соберет первые реликвии для того, что в конечном итоге станет австралийским военным мемориалом. 16 мая 1917 года произошло уникальное событие, вероятно, не имевшее аналогов не только в австралийской, но и вообще в мировой военной практике. В этот день, по предложению Чарльза Бина, в Лондоне была создана австралийская военная архивная секция «Australian War Recurs Section» или AWRS. Несмотря на сугубо офисное название, так стало называться особое подразделение в составе австралийской армии и командование им поручили лейтенанту, а позже подполковнику Джону Тревору. Задача секции состояла в сборе, систематизации и сохранении документов и артефактов, относящихся к участию Австралии в Первой мировой войне. При этом все собранные материалы должны были быть сохранены для Австралии так, чтобы они не оказались поглощенными британскими архивами. Со временем штат секции увеличился до 600 военных и гражданских сотрудников. Уже в течение первых двух лет AWRS приобрела около 25 тысяч реликвий, и это не считая документов, фотографий, фильмов, публикаций и произведений искусства. По окончании войны в 1919 году вся эта уникальная коллекция будет перевезена в Австралию, где и составит основу огромной экспозиции австралийского военного мемориала. Таким образом, Australian War Record Section станет для военного мемориала материнской организации, а Джон Трелор, внесший огромный вклад в реализацию планов Чарльза Бина, в 1922 году будет назначен вторым по счету директором мемориала. Эту должность он будет занимать более 30 лет. Бин считал, что для работы современного историка необходимо умение пользоваться фотокамерой. Он сам сделал много снимков на борту Орвието, а позже в Египте и в Галлиполе, но на Западном фронте в британской армии использование личных фотоаппаратов было запрещено. После лоббирования этого вопроса в середине 1917 года Бин сумел таки добиться назначения двух австралийцев официальными фотографами австралийских войск. Это были полярные путешественники и искатели приключений Фрэнк Харли и Хьюберт Уилкинс. Однако у Бина и Харли возникли принципиальные разногласия, поскольку Харли был большим любителем, как бы мы это сегодня назвали, фотофейков, а для Бина правдивость была важнее артистизма. Вот эта работа под названием «Рейд» является, пожалуй, самым известным фотомонтажом, сделанным Фрэнком Харли. Громоздкое и примитивное фотооборудование того времени не давало возможности запечатлеть такую сцену одним кадром. Поэтому ему пришлось сделать с одной точки три разных снимка и потом совмещать их в один, подобно художнику, изображающему сцену по памяти. Харли писал, что он переодевался в гражданскую одежду и подслушивал разговоры солдат, которые посещали его выставку. Он пришел к выводу, что его композитные снимки в основном вызывают положительные эмоции. Помимо этого, Бин вместе с Треллером занимался поиском и наймом австралийских художников-баталистов. Среди них был Уилл Дайсон, Джордж Ламберт и Фрэнк Крозье. В конце 1918 года Чарльз Бин задумался над будущим послевоенной Австралии. Он взял отпуск и через несколько недель опубликовал написанный им трактат «В ваших руках, австралийцы». В котором призывал своих соотечественников стремиться к достижению целей мира с той же самоотверженностью, организованностью и упорством, с какими они сражались на войне. Он говорил, «Именно ваш характер помог покорить холмы Галлиполи и держаться там долгие дни и ночи, когда казалось, что все пошло не так и оставалась лишь слабая надежда на успех». Он призывал своих читателей задаться вопросом, что мы можем сделать для Австралии в период долгого мира, который помогли завоевать те, кто уже не вернется домой. Он писал, «Эта небольшая книга написана для того, чтобы предложить несколько способов, которыми может жить каждый мужчина, женщина и ребенок ради своей страны. Способов, с помощью которых вы все можете присоединиться к этой великой, благородной борьбе за Австралию для того, чтобы ваша страна заняла свое место среди величайших стран мира». При этом Бин не ограничился словами. На заключительном этапе войны он работал в администрации австралийских вооруженных сил, разрабатывая образовательные программы для возвращавшихся на родину солдат. В феврале-марте 1919 года Чарльз Бин во главе группы, состоявший из уже упомянутого художника капитана Джорджа Ламберта, фотографа капитана Хьюберта Уилкинса и лейтенанта Джона Балфура, его мы уже видели на фото с дневниками, совершил поездку на полуостров Галлиполи. Этот визит вошел в историю как «The Australian Historical Mission» или «Австралийская историческая миссия». Ее целью было проведение исследований на полях сражений военной кампании 1915 года, создание новых произведений искусства и фотографий, которые могли бы передать историю былой трагедии, сбор священных реликвий, обсуждение вопроса об устройстве военных могил, а также изучение турецкой версии сражения за полуостров. Им удалось отследить процесс высадки анзаков и ход некоторых сражений, а сопровождавший их турецкий майор Зеки Бэй, воевавший за Галлиполи на протяжении всей кампании, познакомил их со всей оборонительной системой турков. Картина Джорджа Ламберта «Анзак. Высадка. 1915», эскизы для которой были сделаны тогда на месте событий, сегодня находится в военном мемориале в Канберре. Она является самым большим живописным полотном в коллекции музея. Участники миссии побывали на месте битвы при Неке – трагической атаки 8-го и 10-го полков 3-й австралийской бригады лёгкой кавалерии, произошедшей на рассвете 7 августа 1915 года. В этом бессмысленном побоище за узкий земляной перешейок, протянувшийся между вершиной Рассела и холмом Бэби-700, через долину Монаш, кавалеристы были использованы вместо пехоты. Турецкие позиции находились выше позиций противника. Это ошибка, сэр. Мы будем придерживаться плана, джентльмены. Мы будем атаковать. Анзаки поднимались в атаке волна за волной. Две волны 8-го и две волны 10-го полков были сметены в минуты. Солдаты не смогли пройти и нескольких метров. До турецких парапетов сумели добежать только трое. Один перед смертью успел воткнуть в землю красно-жёлтый флаг, который был почти тут же сорван. Турки кричали из своих траншей, умоляя врагов остановиться. От 600 кавалеристов в тот день, по разным данным, погибло от 250 до 370 человек. Турки потеряли около 12 солдат. Вот эти, сваленные в кучу перед атакой вещмешки, всё, что осталось от ушедших в бой кавалеристов 10-го полка. Большинство своих погибших вытащить с нейтральной территории австралийцы так и не смогли. Из всех убитых позже удалось опознать только пятерых. Одним из них был 34-летний металлург из Западной Австралии, капрал 10-го кавалерийского полка Джордж Эрнст Демолл. Он был похоронен на кладбище в долине Шрапнелли, но местонахождение его могилы осталось неизвестным. Идентификационный диск Джорджа был передан его семье, а спустя много лет после смерти его родителей он будет обнаружен в саду их бывшего дома в Ванли-парк, одном из южных пригородов Аделаиды. Опознан будет и его 23-летний однополчанин Хэролд Раш. Он уйдёт с третьей волной атакующих. Видя, что первые две волны уничтожены, он повернётся к стоявшему позади солдату и скажет «Goodbye, Cobber. God bless you!» «Прощай, приятель, да благословит тебя Господь!» По просьбе его родителей эти ставшие легендой последние слова сына впоследствии будут вырезаны на его могильной плите, установленной на кладбище Уокерс-Рич. Ещё в сентябре 1915 года Чарльз Бин по горящим следам опишет это сражение в статье для мельбурнской газеты «The Argus» как подвиг самоотверженной храбрости, который никогда не был превзойдён в военной истории. Бросок австралийской лёгкой кавалерии на верную смерть по зову своих товарищей в критической ситуации в величайшей битве, которая когда-либо велась на турецкой земле. Как и многие другие его репортажи, эта статья попадёт под нож британского цензора и будет опубликована с большими сокращениями. Поле битвы при Неке Бин позже опишет как полосу размером с три теннисных корта. На этом, поросшем чахлом кустарником клочке земли, спустя три с половиной года после описанных событий, австралийская историческая миссия обнаружит всё ещё лежащие там выбеленные солнцем кости трёхсот павших анзиков. Они и сегодня видны на снимках Хьюберта Уэлкинса. Спустя почти 30 лет, в 1948 году, австралийский военный мемориал опубликует книгу Чарльза Бина «Галлиполийская миссия», посвящённую той уникальной экспедиции. «Галлиполийская миссия» «Галлиполийская миссия» отвар от неё ни показ кучи или сburgи вы найдёте إن всё хорошие азивы . «Он meglio илиynnoute его». Я хотел бы обратиться к Сидне, так что мы взялись, и я пошла в пенеграфе, и... и... Это был один человек, который был впервые. Он пришел на меня, и он практически... Он был shot на меня, и он рядом со мной, все три были shotы на то же время. Вы помните, что вы были в городе? Вы были в городе? Я не знаю, в городе Брентоно, в городе Сарон, Хиллевилл, где я был квак, Монсон-Квентон, и я не забываю их. Как вы были в городе? Ну, я был в машине гонки, и я увидел, где это было, и я увидел, что-то, и я думал, что-то, 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 очень важно.